Всем доброго дня и в этом видео я зачитаю большой пост от разработчиков, посвященный ответам на вопросы от игроков. В переводе могут быть ошибки, так что сильно не ругайте. И давайте начнем с проблем с подключением. Мы знаем, что некоторые из вас испытывают проблемы с сервером, потерей сохранений или невозможности подключиться к грузиям. Мы увеличиваем мощность наших серверов, чтобы снизить нагрузку на них, и работаем день и ночь, чтобы решить эту проблему. Это наш главный приоритет. В ближайшее время планируется патч, чтобы улучшить ситуацию, а также добавить новый контент. Вторая компания. Вопрос. Режим ветеран слишком сложный в одиночной игре, так как боты не помогают с выполнением задач. Ответ. Мы скорректируем сложность ветеран в будущем патче. Он останется сложным, но станет немного более справедливым, потому что мы подкорректируем агрессивность искусственного интеллекта на этой сложности. Другие сложности останутся неизменными. Далее о ПВЕ. Первое. Баланс. Вопрос. Штурмовик часто считается более слабым, чем другие классы. Реактивный ранец в ПВЕ теряет свою универсальность по сравнению с тем, что есть в компании. Ответ. Мы все еще собираем данные по этой проблеме, чтобы понять, как мы можем над ней поработать. Далее. Вопрос. Сообщество считает свойства блокировки оружия плохим решением для оружия ближнего боя, поскольку оно лишает возможности попасть в окно идеального парирования. Ответ. Мы полностью согласны, что это неправильно, и мы обязательно внесем изменения в будущий патч. Вопрос. Семейство болтерных витолог работает неэффективно, в то время как плазменные пушки считаются более эффективными. Ответ. Мы заметили ошибку, которая позволяет пользователю плазменной пушки восстанавливать здоровье выше установленного лимита. Мы планируем исправить это в следующем патче. Что касается остального баланса оружия, мы вас слышим. И некоторые виды оружия могут не оправдать ожиданий по мощности на более высоких уровнях сложности. Мы также признаем, что враги могут быть слишком пуленепробиваемыми на более высоких уровнях сложности, что не очень весело. В этом заключается основная проблема, а не в самих болтерах. На данный момент мы тестируем некоторые корректировки в сложности, чтобы враги имели меньше здоровья, но при этом сохраняли интенсивную сложность. Следующий. Качество жизни. Вопрос. Вы просили добавить возможность играть нескольким игрокам за один класс в режиме операции. Также наблюдается разочарование в подборе игроков, когда два игрока хотят быть одного класса. Ответ. На данный момент мы фокусируемся на улучшении подбора игроков, чтобы вы не попадали в группу с игроками того же класса, что и вы. Это непростое решение, поэтому нам понадобится время, чтобы реализовать его. Что касается использования одного и того же класса, мы не хотим менять это правило для обычного подбора игроков. Но мы рассматриваем это как расширение частных лобби в будущем. На это понадобится время. Вопрос. Было замечено, что игроки всклонны демонстрировать токсичное поведение, поскольку их выгоняют под конец игры, организованной группой друзей, чтобы дать возможность другому получить опыт. Ответ. Мы понимаем, что это несправедливо, и каждый игрок будет получать опыт в зависимости от его фактического участия в миссии. Вопрос. Сохраненные комплекты снаряжения не включают настройку дерева на окол, что делает их менее актуальными. Ответ. Это не является для нас приоритетным в данный момент. Теперь поговорим о PvP. Первый. Подбор игроков. Вопрос. Было предложено сделать сквады из шести игроков. Ответ. Мы понимаем эту потребность. Мы хотим добавить пользовательские лобби для PvP и дать игрокам больший контроль над матчем. Например, лимит убийств, ограничения по классам и так далее. Это не так просто сделать, и это занимает время. Так что наберитесь терпения, пока мы работаем над этим. И мы сообщим вам, когда у нас появится более ясное представление о том, когда это будет реализовано. Так что наберитесь терпения, пока мы работаем над этим. И мы сообщим вам, когда у нас появится более ясное представление о том, когда это будет реализовано. Баланс. Вопрос. Нам сообщили, что шелковые гранаты довольно мощные по урону. Также многие из вас считают, что ближний бой слабый. И еще один вопрос. Штурмовик считается слабым в пвп, а плот слишком силен в зонах захвата. А поддержка слишком силен, слишком большой урон для его прочности. Ответ. Что касается баланса пвп, мы сейчас изучаем и анализируем данные. Мы не хотим принимать поспешных решений, пока не увидим глобальную картинку. На данный момент мы проверяем наиболее частые темы, такие как баланс ближнего боя, шелковые гранаты, оплот и поддержка, которые слишком часто встречаются в режимах захвата. Ожидайте некоторые корректировки в первом большом патче с контентом, но не раньше. Вопрос. Отсутствие балансировки команд после матчей приводит к неравным матчам на протяжении нескольких матчей подряд. Ответ. Мы много раз слышали об этом, и мы хотим исправить это в будущих патчах. Мы работаем над этим. Далее у нас спаун. Вопрос. Места спауна могут создавать ситуацию спаун килла. Ответ. Это будет скорректировано с помощью некоторых параметров в будущем патче. Мы реализуем защиту спауна. Далее. Самые популярные темы форума. Вопрос. Будут ли у нас новые цвета для линз у шлемов? Ответ. Новые цвета линз запланированы и появятся в ближайшем большом патче. Вопрос. Вы просили возможность выбирать легионы космических десантников хаоса для каждого класса? Ответ. Есть много ограничений по ору, которые мешают нам это сделать. Например, мы не можем сделать снайперы с броней пожирателей миров. Очень сложно подобрать части брони для хаоса. Части брони имеют разные размеры и стили. Они будут перекрывать друг друга и так далее. Кроме того, в ПВП важно уметь распознавать класс противника. А мы хотим сохранить визуальную идентичность каждого из них. Мы не будем оставлять все как есть и хотим расширить кастомизацию хаоса. Но в реальности они не будут такими модульными, как лоялисты. Вопрос. Многие из вас просили добавить новые классы. Ответ. Это определенно то, что мы активно обсуждаем. Добавление нового класса требует больших усилий в производстве. Поскольку нам также нужно создать все настройки брони. Варианты модуль для хаоситов в режиме ПВП и набор анимаций. Мы будем держать вас в курсе по этому вопросу. Вопрос. О недостающих цветовых схемах для брони. Ответ. Мы планируем добавлять больше вариантов цветовых схем для конкретных элементов брони. Таких как кисти рук, декалей или масок для лица. В будущих патчах. В конце концов мы собираемся добавить все ордена наследников. Вопрос. Добавление нового оружия ближнего боя. Ответ. Новое оружие ближнего боя безусловно было бы очень крутым дополнением. Создавать оружие это одно. А разрабатывать и внедрять это уже другое. Так как нам нужно сделать для него все анимации добивания. Это займет время. Вопрос. Настройка лица космодесантника. Ответ. Это не быстрое решение, но мы добавим возможность менять лицо. Вопрос. Оптимизации кроссплатформенного ПВП. Ответ. Нам нужно больше времени, чтобы обсудить это. Пользовательские лобби для ПВП решат большую часть проблем. Вопрос. Настройка громового ястреба. Ответ. Полная настройка боевого крейсера и громового ястреба. Это очень круто, но это не входит в наш приоритетный список. Мы предпочитаем сосредоточить наши художественные команды на создании новых карт. Вопрос. Огнемет в ПВП или в ПВЕ. Ответ. Мы добавим его, но это займет время из-за визуального и игрового прогресса. Мы будем держать вас в курсе. Вопрос. Возможность настройки искусственного интеллекта соратников. Ответ. Все еще в обсуждении. Вопрос. Удаление профиля пользовательской брони. Ответ. Мы работаем над этим. В следующем патче вы сможете перезаписать пользовательский профиль на стандартный. Вопрос. Настройка FOV и возможность смены камеры от плеча, левая или бравая. Ответ. Настройка FOV это то, с чем мы не согласны, так как это может ухудшить визуальный аспект игры. Кроме того, это очень сложно. Наша игра не шутер от первого лица. Камера, которую мы используем, очень кинематографична и постоянно меняет положение и сам FOV, в зависимости от того, что вы делаете. Другими словами, ваш FOV сейчас динамичный. Тем не менее, мы понимаем, что это очень популярный запрос, поэтому мы все равно рассматриваем его. Что касается смены камеры плеча, и если мы будем внедрять ее, нам нужно будет поддерживать ее для всех анимаций ближнего боя и переходов. Потому что все в ближнем бою было сделано на основе того, что вы держите пистолет в левой руке, а оружие ближнего боя в правой руке. Тем не менее, смена камеры это функция, которую мы не будем добавлять в игру. Вопрос. Отменить классовые ограничения на плащи и накидки? Ответ. Это часть классовой идентичности. Вы можете распознавать снайперов из-за этих элементов. Вопрос. Указатель окна на уклонение после удара оружием? Ответ. Сообщение об ударах и применении оружием это действие, связанное с риском и вознаграждением. Его очень легко спамить. Мы специально не добавляли кадры и сообщения об неуязвимости для балансировки, и мы не собираемся менять это решение. На этом все. Всем спасибо за внимание и всем пока.